Руина позади меня, районный участок полиции Верпенья в марте. В него выстрелили российские оккупанты из танка. В 10 метрах от него жилой дом. Как Кирпень и Боча пережили время российской оккупации. Приехали воочию посмотреть члены специальной делегации ОБСЕ. Впервые. Делегация сначала прибыла в этот участок не случайно. Здесь, несмотря на обстрелы, до 5 марта были на службе не только правоохранители, но и скрывались от оккупантов десятки местных жителей. Когда захватчики подошли вплотную, ждать было некогда. Людей начали эвакуировать полицейские. Один из правоохранителей уже никогда не вернется ни в это отделение, ни на службу, ни в семью. Его застрелили оккупанты, когда он спасал гражданских. Мы предложили местным властям обустроить здесь сквер для местных жителей, чтобы можно было удобно пользоваться и дать ему имя Сергея Близнюка, сотрудника полиции, погибшего здесь, именно во время эвакуации. Еще одно будущее место памяти, известный уже на весь мир Ирпинский мост жизни, полицейские показывают членам ОБСЕ прямо на доставшейся от него пропастью. Внизу под мостом, где от бомбардировок скрывались гражданские, обломки конструкции усеяны крестами и именами всех, кто не выжил. Руководитель делегации не может подобрать слова. Пока трудно что-то говорить. Попробую в конце. Этот мост – настоящий символ сопротивления ирпинцев. Он должен стать монументом, частью доказательств этой войны. То, что среди развалин жизнь в деоккупированных городах продолжается, иностранным гостям намекают местные дворы. У избитых домов ирпинских липок висят стиранные коврики. Вот и жители гуляют здесь со своими домашними питомцами. Вот тут штаб был русский. После 2 марта, когда прилетела авиаударка, то мы все жили в подвале, 16 человек здесь. Это уже, вы видите, это хорошо. Мы тут живем уже два месяца, вот, после того, как въехали опять сюда. Тут все своими силами друг другу помогаем. Стекла ставим, с друг другом все делимся. Газа нет, светло есть, вода есть. Ну, вода ржавая, вонючая. Роман тоже хозяйничает в разбитом доме. Говорит, самое страшное уже позади. 7 марта под дулами вражеской техники он шел пешком сутки в Киев. Иначе эвакуироваться не мог. Страшно. Это телеканик посильный. Наказали ничего. Кто чем местом выезжал. Начальник нацполиции области объясняет делегации. Большинство ирпинцев, кто сейчас здесь, выжили, потому что успели эвакуироваться. Официально подсчитанных жертв в Ирпине более сотни. В Буче ситуация была более тяжелая. Там оккупанты замучили или застрелили более 400 человек. Тут очень много людей. Проживало только из Донецка. Здесь проживало много людей из Донецка, Луганской области, которые выехали, купили здесь жилье и работали здесь. То есть русский мир их догнал. Настиг уже во второй раз. Более 60 погребенных тел, людей, убитых в Буче, эксгумировали здесь, у местного храма святого Андрея Первозванного 8 апреля. Все фотодоказательства найденных украинцев теперь экспонируют в этом новом храме, который пока так и не стал местом для службы. Это не армия, как вам было зазначено. Это не армия, это фактически такая орда. Тех, кто был на период оккупации в городе, они каждого пятого сознательно по адресатам искали. Я видел эти списки, свою фамилию видел там. Они знали, куда они идут, кого они ищут. Президентка парламентской ассамблеи, бывавшая здесь до полномоченной спецгруппы, пообещала. На ежегодной сессии в июле организация рассмотрит три законопроекта, касающихся военных преступлений России. Директор бюро БСЕ Матео Микачи после увиденного это подтверждает и заявляет, вся работа, проделанная на местах наблюдателями, будет собрана в единый материал. Мы опубликуем первый целостный отчет по документации преступлений в Украине где-то в середине июля. Он будет включать все наши находки и свидетельства из интервью, которые наши члены проводили здесь с начала войны. Мы надеемся, эти материалы могут запустить международные механизмы, которые выведут весь нанесенный украинцам ущерб на мировой уровень и станут доказательствами всех преступлений.